Новость о школе авиаторов вызвала ажиотаж среди школьников. На первую запись в Центре творчества выстроилась очередь. Первоначально в группу планировали набрать 20 человек, но пришлось пойти на уступки. Желающих оказалось очень много. Сейчас в списках более 50 учеников. Мечта управлять самолетом или стать конструктором вертолета стала теперь реальностью. Всегда модели клеил самолетов, там разные, то есть современные, довоенные, военные самолеты. У меня дедушка, летчик, он всю жизнь пролетал. Он мне рассказывал, как летать, даже то, что в книгах не напишут. В свою очередь родители обрадовала не только креативная идея. Школа авиации в Хакасии появилась впервые, но и бюджетная основа. Однако организаторы Центр творчества и аэропорт сразу предупредили. Они не выпустят готовых пилотов, а обучат азам воздушного дела и расскажут обо всех службах, которые отвечают за работу аэропорта и экипажа самолета. Хотя такая подготовка при поступлении в ВУЗ даст огромное преимущество. Куда прилетит наше крыло? Крыло прилетит вверх, его вытолкнет в определенные силы. А после самая интересная часть первого занятия – диспетчерская служба. Это, можно сказать, мозг всего предприятия. Огромная панель управления, пока непонятные и сложные схемы на мониторах. Такие будни авиадиспетчеров школьникам пришлось по душе. Это такие эмоции, куда никто не может попасть, а ты попал. И увидеть все это просто великолепно. Алексей, как и многие другие в группе, мечтает поступить в Санкт-Петербургский институт гражданской авиации. Изучают литературу, проходят тесты, которые есть на сайтах ВУЗов, несмотря на возраст. Всем им не больше 13 лет. Организаторы школы на своих учеников возлагают большие надежды. Буквально пройдет какие-то 5 лет, и первые ребята из этой группы, ну, по крайней мере, старшие группы, они уже появятся у нас в качестве специалистов. А пока юные авиаторы должны ознакомиться еще с 15 подразделениями, которые отвечают за взлеты, посадку самолетов, вертолетов и их обслуживание. Занятия еженедельные. Преподавать азы летного дела будут сами руководители службы аэропорта Абакан. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия.